Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 апреля и сейчас я коротко, буквально на 2 минуты о огурцах. Сегодня утром прочитала комментарий, но, к сожалению, там не имя, а какая-то деревня, короче. Она написала, что посеяла по-вашему, ну вот как я говорила, что пора сеять рассаду и в отчаянии, короче, они родились, семидольные листики, что-то там желтеют. И я хочу вам сказать, хочу показать свои огурцы. Я не знаю, с чем это связано, замечаю уже второй или третий год, что когда сходят огурцы, только начинают сходить, расщелкиваться вот это семидольные листики, почему-то семидоли у них, да, какие-то, знаете, уродливые, деформированные и изначально кажется, что из этого огурца ничего не получится. Я вам вот сейчас свои покажу, какие ужасные семидоли. Но потом и в этом году получилось так же. То ли при, как сказать, при производстве семян их сильно там шлифуют или чем-то обрабатывают. Но дело в том, что в этом году у меня тоже родились огурцы, большинство у них семидоли были такие с желтыми краешками и поврежденные. Хотя я ничем не обрабатывала семена, просто замочила и все. Но я терпеливо жду, так как я уже знаю, что такое у меня случалось, я терпеливо жду, когда начинают расти настоящие листья. Даже если семидоля такая уродливая, желтая, какая-то корявая, обычно потом отрастают настоящие листья вполне вот такие нормальные, прекрасные, зеленые. И я думаю, что когда их высажу я вот в теплицу на постоянное место, это будут нормальные огурцы, потому что, вот смотрите, толстые стволики, все у них развивается. И вот посмотрите, какие семидоли. Вот видите, какая семидоля. Это еще ничего, а есть еще и хуже где-то. Сейчас, подождите. Вот видите, о чем я говорила. Они когда рождаются, они уже изначально как бы обожженные, вот эти семидоли, именно сразу после рождения семян. Потом, после рождения вот этих сходов, видите тоже, вот семидоля. Но потом огурец, он начинает расти, набирает силу, и вот тут у меня уже по 3-4 листа настоящих. И я смотрю не на состояние семидоли, сейчас я вам покажу, а я смотрю на корневую систему. Вот видите, тут у меня в двух стаканах, но все равно просвечивает. Видно, что корни уже начали осваивать и 500-граммовый стаканчик. Я вам показывала, что я вот из таких, из маленьких, пересаживала в 500-граммовые. Вот зазуля, видите, какие корни уже образовывают мощные. Если у огурца хорошая, мощная корневая система начинает нарастать, начинают нарастать настоящие листья, я уже вот, если честно, на эти семидоли даже перестала обращать внимание. Они, ведь у нас все равно, сейчас вот при посадке в грунт, в дальнейшем, они у нас засохнут и отвалятся. Я не знаю, с чем это связано. Вот видите, все семидоли, как будто они с фронта пришли. Но хотя состояние огурца, остальное и дальнейший рост идет прекрасно. Вот видите, у меня здесь даже уже усик показался, так что не за горами и цветочек, и первый огурчик, буду скоро их высаживать. И вот я хочу, и зрительница написала, я в отчаянии, вот семидоли пожелтели, что-то там. Огурцы, они, я говорю, что они более нежные, более капризные. Вы немного подождите, не отчаивайтесь. Возможно, у вас, как и у меня, вот семидоли, хотя деформированные, там с желтыми каемками, огурец, когда дальше начнет расти, он покажет вам, жизнеспособен он или нет. Вот у меня я могу, вот еще даже вот, это вот у меня первая партия, которая, я говорила, что только те, кто готов возиться с ними, ну для суперраннего урожая. Вот вторая партия у меня в таком состоянии. И видите, и тоже семидолька, как бы, ну как будто она травмированная, как будто что-то ей, не знаю, повредили ее там во время того, когда она в семечке сидела. Ну и вообще, я, невзирая вот на все эти уродливые, такие страшные семидоли, терпеливо ждала, и огурцы пошли в рост, дали новые листья, я смотрю, видите, они какие толстенькие, крепенькие, зелененькие. А когда их высадите, вы можете просто, если они будут у вас ослабленные, ну чем-то подкормить, побрызгать, делать подкормку. Не расстраивайтесь. Может быть, кто-то напишет свое мнение, почему вот такие семидоли, как бы по краям, как обожженные или деформированные, с чем это может быть связано. Я заметила, кстати, это же покупные все, вот производственные семена, что на покупных семенах это встречается очень часто. А свои начну, вот сейчас я сама, эти пчелоопыляемые, ну вот обыкновенные сорта, такие там, как неженский, там пальчик еще какой-то там, светлячок, родничок. Я их начну сейчас замачивать на рассаду, но это примерно еще около месяца будет, наверное, через месяц. И у них вот такого, такой беды я не вижу. У них семидольки обычно толстенькие, зелененькие. Может быть, это действительно что-то связано с производством семян, как-то там грубо с ними обходятся. Напишите комментарий, если кто знает. Я честно говорю, что я даже не знаю, о чем подумать, но такое встречается очень часто. И я все-таки этим начинающим нашим огородникам, вот зрительница написала, советую не отчаиваться, а подождать. Пусть он растет дальше. Ну, побрызгайте стимулятором, например, эпином, чем-нибудь безобидным, помогите ему, чтобы он именно начал образовывать настоящие листья. А про семидоли, про эти деформированные, мы потом благополучно забудем, они все равно отсохнут, отвалятся. Все, до свидания, желаю всем удачи в выращивании огурцов, в получении рассады огурцов. Сразу предвижу вопросы, тот, кто не видел предыдущие ролики, будут спрашивать, какие эти сорта, когда я высаживала, зачем так рано. Я даю ссылку на те видео, когда я занималась посевом. Вот сегодня я буду сеять еще, замачивать вернее, еще следующую партию огурцов, 3 или 4 сорта. Это уже ближе к нормальному, стандартному посеву, потому что сейчас в начале, в конце апреля и начале мая, нужно будет выращивать рассаду даже тем, кто хочет высадить в открытый грунт. Если, например, у нас в Сибири мы высаживаем в открытый грунт после 10 июня, значит, к этому времени должна быть 25-30 дневная рассада. Ну, короче, 25 дней, 30 дней, значит, высевать надо где-то в конце апреля, в начале мая. Все, до свидания. Продолжение следует...